Если позволите, я опущу формальную часть доклада и сосредоточусь на нескольких конкретных предложениях, которые, на мой взгляд, мы можем по итогам сегодняшнего форума принять. Первое. Я думаю, что все мы согласимся, что главный фактор уязвимости в части кибермошенничества связан с так называемым человеческим фактором. И как бы не совершенствовали системы защиты, информационной технологии, именно на человеческий фактор бьют преступники и мошенники. И поэтому и ответ должен тоже лежать в этой сфере. Сегодня звучали уже данные о том, что активно проводятся уроки в школах, вовлекаются в образовательные учреждения. Я предлагаю, с учетом имеющегося опыта, включить формат урока финансовой грамотности в федеральные государственные образовательные стандарты. С тем, чтобы их проведение было не просто разовыми действиями, которыми мы все занимаемся, и на Камчатке, и во всех других субъектах. Чтобы это стало обязанностью школьного образования, образования вузовского, дополнительного образования, включать соответствующие модули по финансовой грамотности в образовательные продукты. У нас накоплен хороший опыт, хороший методический материал. И здесь я хочу отметить, что, конечно, для того, чтобы нам успевать за мошенниками, придумывающими новые схемы, очень важно увлечение крупных финансовых компаний, наших лидеров IT-сферы. Очень символично, что сегодня Сбер является инициатором, Сбер один из лидеров. Яндекс активно участвует, ВКонтакте много занимается. И считаю, что именно с привлечением компетенций наших крупных IT-компаний, лидеров, такие образовательные продукты будут современными и будут соответствовать рискам, которые у нас есть.